СТИЛЕВОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ На предыдущем уроке мы говорили, что при оформлении документа пользователь применяет к его отдельным элементам команды форматирования. Существует два способа форматирования текста. Прямое форматирование – его применяют при работе с небольшими документами. И стилевое форматирование – его применяют, работая с большими по объему текстами. Смысл стилевого форматирования заключается в том, что структурным элементам, которые несут одну и ту же функциональную нагрузку, например, одинаковым заголовком или основному тексту, назначается определенный стиль форматирования. Шрифт, его начертание и размер, отступ первой строки, междустрочный интервал и другое. Современные текстовые процессоры позволяют автоматически создавать оглавление документов, в которых к заголовкам разделов разных уровней применено стилевое форматирование. В отличие от прямого форматирования, стилевое форматирование имеет ряд преимуществ. Экономит время, потому что применить стиль как набор параметров форматирования значительно быстрее, чем задавать соответствующие параметры один за другим. Обеспечивает единообразие в оформлении текстового документа, так как при прямом форматировании одинаковые по назначению структурные элементы могут отличаться своими форматами. Позволяет быстро изменить вид отдельных элементов во всем документе. Для этого достаточно внести изменения в стиль, и оформление будет изменено во всем документе. Пользователь имеет возможность как пользоваться готовыми стилями, имеющимися в текстовом процессоре, так и создавать собственные стили. На основе определенных стилей создаются шаблоны буклетов, грамот, визитных карточек, счетов, резюме, деловых писем, отчетов. Достаточно ввести свою информацию в отдельные блоки шаблона, и она автоматически приобретет заранее заданное оформление. При оформлении текстового документа, предназначенного для печати, особое внимание нужно уделить его расположению на листах бумаги. Можно выбрать ориентацию листа бумаги. Книжную – высота листа больше его ширины. Альбомную – ширина листа больше его высоты. В большинстве случаев используется бумага размера А4 – 210 на 297 мм. Текст документа размещается на странице в области печати, которая ограничена полями, пустым пространством по краям страницы, как в книге или в тетради. На компьютерной странице различают верхнее, нижнее, левое и правое поля. На полях размещают номера страниц, а также колон-титулы. Колон-титул – вспомогательная информация, которая выводится на каждой странице документа. Например, это может быть название вашей работы, название главы или сведения об авторе работы. Сохранить документ можно в различных текстовых форматах. Наиболее распространенные форматы файлов, в которых сохраняют текстовые документы, TXT – сохраняет текст без форматирования, в текст вставляются только управляющие символы конца абзаца. DOC – собственный формат документов Microsoft Word. ODT – собственный формат документов OpenOffice.org Writer. RTF – универсальный формат, сохраняющий все форматирование. Он преобразует управляющие коды в текстовые команды, которые могут быть прочитаны и интерпретированы многими приложениями и имеют достаточно большой информационный объем. HTML – формат, используемый для хранения веб-страниц. PDF – формат, предназначенный для представления в электронном виде печатных документов, обеспечивает корректное отображение документа независимо от операционной системы, сохранение в этом формате. При сохранении текстового документа в файле на внешнем носителе сохраняется текст и команды его форматирования. При чтении текстового документа процессор считывает текст и команды его форматирования, выполняет эти команды и выводит на экран отформатированный текст. Продолжение следует...